В день Ивана Купала в костёр упала девочка. Не рассчитала свои силы и перепрыгивая через костёр, получила сильные ожоги. Зоя после ожога пролежала на траве более часа. И никто из присутствующих на мероприятии не отвёз девочку в больницу. А ведь дорога была каждая минута. Госпитализирована с 80% ожогов. Её состояние на сегодня стабильно тяжёлое. Леденящие душу заголовки появились в электронных СМИ 8 июля. На следующий день после веселья на Ивана Купала, которая для 14-летней Зои Богомоловой закончилась совсем не весело. И кто бы мог подумать, что виной всему были вовсе не прыжки через костёр. Скорее наоборот. Дети во время игр обливали друг друга водой из пластиковых бутылок. Так вот, во время игр 14-летняя девочка была облита из бутылки, в которой находилась жидкость для розжига костра. Девочка облила другого ребёнка. Керосином. Девочка получила ожог. Вспоминая тот вечер, директор Дома культуры Наталья Белая не скрывает слёз. Конечно, никакого ритуального сожжения не было. Как не было и прыжков через костёр. Вековых традиций организаторы решили не придерживаться из соображений безопасности. Была неаккуратность, случай и детская шалость, последствиями которой теперь занимаются врачи. Ожоговая болезнь площадью 16%, из них 5% глубоких. Недавно Зое сделали операцию по пересадке кожи. Впереди ещё год на восстановление. Всю ответственность, материальную и моральную, взяла на себя директор Дворца культуры Верхнесадового. Она знает, что такое больные дети. У самой их пятеро. В среднем в прошлом году стал чемпионом Дефлимпиады в Софии. Он инвалид по слуху. И боль своей воспитанницы Наталья Белая воспринимает как личную. На следующее утро после злополучного праздника она подключила неравнодушных. Теперь каждый день кровь для Зои сдают члены отряда ППС. Незнакомый севастопольцем горе маленькой девочки оказалось ближе, чем её родной матери. По словам близких, ещё год назад Зоя жила вместе с ней в Москве. Вроде бы в одном городе, но всё же далеко. Интернат, попытка суицида не нужна. После происшествия мать отправила девочку в Севастополь. К бабушке. Именно здесь, во Дворце культуры, она занималась танцами. Нашла друзей, любимое дело и второй дом. И вот сейчас на директора ДК мать Зои Богомолова собирается подавать иск в суд. Александра Толкачёва, Олег Ивашенко, Деливер Меджитов. Программа «Наше время».